Здоровоньки, Амиго! Погнали посмотрим... Я обожаю вторую часть Охотников за привидениями. Ничуть не меньше, чем первую. Обожаю комикс, который был издан на основе её сценария. За неимением перевода даже сам переводил его на русский. Охотники 2 это единственный фильм, по которому я даже собрал всю коллекцию карточек. Конечно их у нас не продавали, но в эпоху интернета это вообще не проблема. Я обожаю игру на Денди, который перепроходил бесчисленное количество раз. Не-не-не, не ту, вы чё? Вот двое-то, видите? Боже упаси. Знаешь, я когда вижу картридж Денди, я всегда сомневаюсь, может ли быть там та игра, о которой я думаю. Я даже играл в игру на Тетрисе, в смысле на Гимбое, которая встать неплохо разнообразила версию на Денди. Я засматривался обоими фильмами и яро хотел чего-нибудь нового по этой франшизе. И однажды мой дружбан притащил мне картридж на Денди о Холдинге за привидениями 3. Пиздёж, нету такого. Пиздёж! Первое, что мне пришло в голову, это... Стоп, что? Про них был ещё один фильм? Да не-е-е. А потом я подумал. Ммм, третья часть на Денди, по мотивам известной франшизы. По-моему, где-то я такое уже... Точно. И вот наверняка такое же говно. Но дружбан уверял, что там всё круто. Типа можно ловить привидений и ездить на Экто-1. И самое главное, что это не первая часть. Так что, при исполнении надежд, я запустил игру. Но первый же кадр уже поставил меня в тупеньк. А что? Это я тупой? Или... Короче, впервые начав игру, я и представить себе не мог, что она целиком повторяет сюжет второго фильма про охотников. И при этом она называется «Охотники за привидениями 3». С одной стороны, пи***ц. Но с другой, спасибо, что не хак какого-нибудь Кинетуна. Согласен, ну вот хотя бы за это спасибо. Наконец-то ещё одна настоящая игра про охотников на Денди. Да ещё и по мотивам любимого сиквела. Ну да, надежды на лучшее всё ещё оставались. После предисловия о Виво-Карпатском, игра начинается с момента, как четверо охотников спускаются в канализацию под первой авеню. Вернее, трое спускают одного беднягу. Видимо, Уинстон так и обиделся на то, что его убрали из первой игры и решил сам влезть в сюжет второй, поскольку в фильме в этой сцене его не было. В общем, бедный Рэй оказывается в подземке. И игра сразу говорит нам, что двигаться здесь надо не слева направо, а наоборот. Что кнопки, прыжок и выстрел перепутаны местами. И что всего от одного вражеского касания мы сразу теряем жизнь. А всего их у нас три. Да, самое главное. Мы не можем стоять. Ибо за нами по пятам справа по кадру идёт жуткий голодный. Броненосец. Серьёзно, в этой игре нет ничего страшнее. Каких мы страшных монстров не встречали охотники. Каких мы жутких привидений не ловили за всю свою карьеру. Но броненосец везде вас найдёт. От него не спастись. Блин, кому это пришло в голову? Не, я понимаю, что разработчикам нужно было просто не давать игроку стоять на месте и подталкивать к движению. Но почему это маленькое существо такое фатальное и непобедимое? По сравнению с кучей огромных призраков, с которыми разобраться – дело одного выстрела. Такое ощущение, что охотникам ничего не страшно. Какими бы кошмарными эти призраки не были. Но вот он. Я чувствую себя этим броненосцем. А впереди это тот человек, который делает контент на YouTube. Только попробуй остановиться, я догоню тебя. Вообще, в инструкции в игре написано, что это паук. Намекая, что все охотники спло... Спидер? А, спайдер. Спайдер, извините, я читаю плохо по-английски. ...шарахнофобы. Но я вас умоляю, в каком месте это паук? Они же ему башку нарисовали над туловищем. Ладно, хрен с ним. Как и в фильме, охотники здесь стреляют уже не протоновыми излучателями, а положительно заряженной слизью. Хотя по сюжету до этого еще далеко. И вовсе не обязательно отстреливать на уровне всех и вся. Главное – добраться до самого конца тоннеля, минуя стаи лизунок и одержимые бытовые предметы, которыми кто-то постоянно бросается из-за края экрана. За отстрел летающих в воздухе логотипов охотников можно получить жизнь, если набить двадцатку. А в нижнем правом углу часы на башне отчитывают время до полуночи, когда на земле развязнется ад. На самом деле этот таймер совершенно бесполезен в игре и ни к чему вас не обязывает. В зависимости от того, на сроке часа были стрелка в момент завершения уровня, вам дадут соответствующее количество бонусных очков. В душе бесполезных. Начало второго уровня, помимо того, что уже отвечает на вопрос, чем эта игра похожа на Battle Tots, перестаньте меня вообще об этом спрашивать, на самом деле является именно тем, за что я ее практически начал любить. Покатушкой на Экто-1 по улицам Нью-Йорка с видом сбоку, пардон, на Экто-1А. Это, несомненно, гораздо лучше, чем в предыдущей игре. Мы все так же можем отстреливать привидений на дороге, но теперь еще нужно объезжать преграды, непонятно, правда, чем оставленные, и пытаться выбить пауэрапа из зеленых пузырей, парящих в воздухе. Благо, помимо стрельбы вперед, машина может еще палить и вверх. Не, ну пока у второй части не все так уж и плохо идет. Конечно, бывают ситуации, что дорога полностью перекрыта, и столкновений не избежать. Однако эти столкновения жизни у нас не отнимают, а всего лишь тормозят. Так что вроде бы все несложно. Слушайте, что не так с этим городом? В первой части было полным-полно локошей на дороге, во второй они понатыкали ямы на всю полосу. Такое ощущение, что ты не мог все этом. Это какая-нибудь октябрьская в Туле. Блин, я в Туле не был просто, я не шарю за октябрьскую. Знаю, что в Туле прекрасные пряники. Но сейчас серьезно. Яма на всю дорогу, и ее никак не объехать. Такие ямы, в принципе, везде. Даже если наехать на стрелочку, которая моментально ускорит РТ-1, мы все так же со свистом полетим вниз. Кстати, интересно, что там? Метро? Решение, с помощью которого проходится это место, меня потрясло. Честное слово, ни в одной игре на Дэнде я подобного не встречал. Если нажать на кнопку Б, то РТ-1 будет прыгать. Машина! Сама! Yeah, bitch! Yeah, bitch! Get up to A! Get up to A! Bro, bro, bro! Ты знаешь же, что все... Она может подкидываться, подпрыгивать! Yeah, yeah! Не-не-не, ну ты не смотрел, не грози Южному Централу. Будет! Прыгать! Карл! Охренительный элемент геймплея в игре, который повторяет фильм, где ничего подобного сроду не было! Как они до этого додумались? Без всяких трамплинов, подъемов, пружин, батутов, не знаю. Нет, машина прыгает сама. А знаете, вообще, на ранней стадии сценария к первому фильму были идеи, что машина охотников обладала некими сверхъестественными возможностями, поскольку работала на эктоплазменном топливе. Отсюда, собственно, название Экто-1. Ну и никогда... А? Я задел, извините, пожалуйста. Кнопку задел случайно. Не поверю в то, что... Отсюда собственное название Экто-1. Ну и никогда не поверю в то, что разработчики были настолько фанаты охотников за привидениями. Кстати, машинка офигенная миниатюра. Прям достойно. Нет, смотреть за коллекциями киномана прям... Прям умиляюсь. Прям очень нравится. Ну и никогда не поверю в то, что разработчики были настолько фанаты охотников за привидениями, чтобы раскопать такие сведения, да еще и вставить в игру. Господи, ну кого это волновало? По-любому было так. Нам надо как-то перепрыгивать ямы. Сделай прыжок на Б. Мысля! В общем, доехав с горем пополам до конца и получив пачку бонусов, Уинстон Зедмор внезапно сваливается с неба в зал суда и пытается свалить от броненосца паука. Безусловно, вновь напоминаю нам о своей обиде наличием себя в эпизоде, в котором в фильме о нем просто забыли. Здесь ровным счетом та же схема, только теперь имеет смысл использовать ловушку для больших привидений. А, вы не знали? У нас есть ловушка. Она и в первой части была. А, вы думали, я не знал? Собственно, в ловушку можно заловить не только здоровых лизунов, но и всех остальных призраков. Только надо это делать расторопно, потому что разрабы повесили ее на кнопку старт, которую во время беготни и у воротов отлетающих чемоданов не так-то просто и нажать. По завершению уровня нам покажут заставку, как охотников освобождают из зала суда и нас вновь ждет поездка на Экта. На этот раз в центральном парке, где уже активизировалась энергия слизи, сформировав летающие розовые пузыри. Уровень стал чуть посложнее, но проходится без особых проблем. Дальше подземка. Да блин, ты отстанешь или нет, а? Он никогда не остановится. Понимаешь? Никогда. Пока ты не умрешь. Эвер, 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 никогда, никогда. Ну, что я могу сказать об этой локации? Она огромная по сравнению с маленьким Игоном. И тот тип за экраном, который постоянно отведался вас предметами, похоже, окончательно рассердился, поскольку летят они теперь с бешеной скоростью. Уклоняться здесь стало уже очень сложно. И жизни, прямо скажем, тают на глазах. От того, физиономию Вива Карпатского мы наблюдаем все чаще, поскольку он появляется всякий раз, когда мы тратим континью. Коль, кстати, в игре всего два. Но зато, если вам удастся пройти и этот уровень, дальше вас внезапно ждет кое-что новенькое. Охотники захомутают статую свободы и пойдут на Манхэттен. Вау. Лично я на этом моменте... Поза интеллектуала. Киноман, могешь, нет, могешь улыбнуть. Хорош, хорош. Это просто поза здравомышленного человека, типа... что за... что за... неудача, 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 неудача. Это просто трындец. Статуя, это ж вам не авто, в ней под 130 тонн на минуточку, да еще и по поясу в воде. Короче, как вы понимаете, управлять ею то еще не удовольствие. А самое замечательное, что если вам все таки удастся пробиться через это месиво, то, «Хей, это редкая иллюзия, и вы в ловушке Вига Сатанистского, возвращайтесь и проходите все еще раз». Только теперь на фоне домов. Разумеется, ада на экране будет не меньше, чего не скажешь о циферке под статуей в вашем лайфбаре. Кое-как сглаживают ситуацию разные пауэрапы, позволяющие эффективнее отстреливаться, но и в действии недолговечны. Но если и этот путь минует, то награду за мучение игра покажет вам сексуальную голую ступню Мисс Либерти на фоне переливающегося слизью музея, что известит о предстоящей финальной битве. К этому моменту вы, наверное, уже заметили, что игра любит повторять по кругу одни и те же уровни, меняя только задний фон. И учитывая это, что вы можете ожидать от последнего? Разумеется, одного и того же уровня, который нужно пройти четыре раза подряд. Да, и знаете что? Музей необходимо пройти на одном континью, иначе вас будут отбрасывать на первые из четырех его уровней. Бл***ь. Да, не долбанулись. Учитывая... Это такой дрожь. Я считываю, что каждый следующий пробег в два раза сложнее предыдущего, а в последнем вообще на тебя сыпется прорва хлама, от которой не уйти, если не успевать ставить ловушку. Это ж сколько жизней надо сюда донести? Я с трудом дотащил четыре, и даже третий не прошел. После каждого пробега мы видим, как добравшиеся охотники стоят перед картиной Вига, а после каждой смерти мы видим, как Вига заслонил с собой солнце. И скажу я вам, не передать, как пальцы чешутся ему навешать. Так что, естественно, нам нужно взять себя в руки и перепроходить игру сначала снова и снова до тех пор, пока набранное к концу количество жизней не обеспечит потерю на последнем уровне. Че лишь первой? Иди нахрен. Последний отрезок. Ну, должно хватить. Блин. Женщик много. Да ну, вы гоните. Ну, слава богу. Фу. Ну, что? Вся команда в сборе. Босс, здоровье, друзья. Ну, Вегалблюдской, сейчас ты получишь. Или нет? У меня не работает. Че за? Алло, я! Они его сами убили. Что, блядь? Что? Они его сами убили. Не, ну че это за дела? То есть, я как бы прошел, но получается, будто не доиграл. Ну, а вот концовка, да. Ну, хотя скажи спасибо, хоть не как в первой части концовка была. Просто две буковки или две точки даже. Фиг пойми, что там было. Играл. Ну, а вот концовка, да. Че-то я такого не помню. Как-то странно. Победа. И поражение. Игра говно. И не говно. Ну, Вегал я бы рожу на чисел, конечно. Ну, давай, на числе. Здорово. Да не, я прошел. Нормальная игра. Заметьте, не было добавочной фразы в конце. Китайцы. О, хоть чем-то, так сказать, вносится разнообразие хоть что-то в Chronicles Mini Dendy. Я, конечно, не огромнейший фанат Ghostbusters, но, тем не менее, в детстве смотрел. Выиграна Dendy по Ghostbusters я бы вряд ли бы поиграл, потому что меня бы это просто выбесило. Я вообще поражаюсь выдержке киномана и многих людей, которые действительно прошли. Им надо большущую, огромную медаль такую выдать просто. Вот. Ты прошел. На. Ты прошел. Ты великий человек. Держи. Ты прошел. Поэтому вот. Ты заслужил эту награду. Как бы я бы именно так бы. Да. Ну, что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Мы увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.